Достигли полумиллионной отметки. Население Чебоксар увеличилось до 502 тысяч человек. Открыли новые детские сады, начали строить школы, завершили программу по переселению из аварийного жилья. Отремонтировали дороги, начали рекультивировать пехтулинскую свалку. Это лишь малая часть того, что было сделано столичными властями в 2017 году. Подробнее итоги социально-экономического развития Чебоксар обсудили на расширенном заседании городского собрания депутатов. Гуд для депутатского корпуса выдался непростой, отметил глава Чебоксар Евгений Кадышев. Но слаженная работа в одной команде с правительством республики дала свои результаты. Значительно был увеличен бюджет города. Его исполнение превысило отметку в 10 миллиардов рублей. Собственные доходы города увеличились на 6 процентов или на 233,4 миллиона рублей, что во многом связано с погашением налоговой задолженности по организациям, входящим в состав концерна тракторной заводы. Значительная часть средств в город поступила из федерального и республиканского бюджета в почти 6 миллиардов рублей. Часть этих средств ушла на ремонт дорог. Отремонтировано 27 участков. В этом году работы будут вестись по принципу территориальной синхронизации. И если, к примеру, реконструирован сквер имени Константина Иванова, то в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» вполне логично отремонтировать в 2018 году проезжую часть улицы Константина Иванова. В этом году только на ремонт дорог в Чебоксарах будет выделено 800 миллионов рублей. Будет завершен ремонт Московского моста. Чебоксары вошли в федеральную программу стимулирования жилищного строительства. И у нас планируется строительство дорог в новом городе, в микрорайоне Солнечный, в 14 микрорайоне на общую сумму только в этом году на 600 миллионов рублей. И работы будут завершаться еще в 2019 году. В 2017 году в Чебоксарах открыли 4 новых детских сада и одну новую школу впервые за 10 лет. Есть новшества в системе дополнительного образования. В этом году будет введена у нас детская академия искусств. Это новая школа, на которую в этом году выделили 60 миллионов рублей. Будет укомплектовано более полутора тысяч деток будут обучаться в этой школе. Более того, те денежные средства, которые мы выделяем из бюджета города, позволяют детям бесплатно посещать все секции и кружки профессионального дополнительного образования. 25 дворов благоустроили в Чебоксарах по федеральной программе формирования комфортной городской среды. И здесь тоже уместно синхронизировать работы, опираясь на ключевые позиции федеральных, региональных и муниципальных программ. Комплексная работа дает хорошие результаты. Историческую часть города и московскую набережную благоустроили по такому принципу. Люди обратили внимание на реализацию такой программы, как городская комфортная среда. Не только дворового пространства, но и обсечных территорий. И хочу сказать, что на этом работа у города не заканчивается. На что обратил внимание и глава города, и глава администрации, будет усилена работа в этих направлениях. Конечно, ключевые моменты – это реконструкция московского моста, что немаловажно. Я обратил внимание на то, что действительно город плотно занимается решением вопроса третьего малого полукольца для города. Потому что центральная часть города в этом случае действительно вздохнет. В Чебоксарах определено 18 общественных пространств. Три из них, за которые отдадут больше голосов горожане, благоустроят в этом году. Рейтинговое голосование состоится 18 марта. Развитие социальной сферы было бы невозможно без экономики. В столице Чувашии в 2017 году были реализованы 6 инвестиционных проектов. Почти на 2 миллиарда рублей. Понятно, что это новые рабочие места. Динамичную работу показал промышленный комплекс. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности в 2017 году составил 216 миллиардов рублей. Индекс промышленного производства – 103%. На предприятиях открываются новые производственные линии. Ведется модернизация имеющихся мощностей. Расширяется сбытовая сеть. Речь о таких предприятиях, как Промэнерго, Элара. На ЖБК-9 создана новая производственная линия стеновых панелей. Одна из проблем столицы республики – это серая занятость. По данным Минфина Чувашии, в городе проживает больше 57 тысяч человек трудоспособного возраста, но официально нигде не работающих. Соответственно, они не платят налоги, городской бюджет теряет деньги. Есть задолженности и у отдельных предприятий, фирм. В числе крупных должников – чулочно-трикотажная фабрика, Волга-нефтьхолдинг, корпорация «Энергетик». Уважаемые депутаты, вы взыскательно должны спрашивать. Вы этого не делаете. Нужно работать по телеца, круглосуточном режиме, для того, чтобы в считанные месяцы разрешить все эти вопросы, которые есть у правительства Чувашской республики городским властям. Долгое время идут тяжбы с компанией коммунальные технологии. Их долги за газ перевалили за 1 миллиард рублей. А столице они задолжали более 380 миллионов. Руководство намерено в одностороннем порядке расторгнуть договор с компанией и через суд вернуть коммунальные сети городу. Из положительных показателей – Чебоксара в числе лидеров национального рейтинга прозрачности закупок 2017. Столица Чувашии несколько лет занимает в нем лидирующие позиции. Важная тема – безопасность в столице. Количество преступлений и ДТП в прошлом году сократилось примерно на 5%. Любые итоги – это повод определить ключевые векторы движения. Для столицы республики они очевидны. Стабильно работающие предприятия, развитая инфраструктура, выверенная социальная политика – эти направления останутся приоритетными в работе. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.